что мы уже снимаем а я тут пушку свою начищаю ребят какая наигранная хрень пока вот не получается актерс актерского мастерства не хватает ребят всем огромное здравствуйте лёшка как всегда с вами мы все немножко выдохнем потому что мы последнее время бомбим обзоры на какие-то магазины решили немножко разнообразить наши я надеюсь что эта рубрика до сих пор еще кому-то интересно и актуально это рейтинг что здесь происходит мы берем и объясняю потому что многие люди много людей новых пришло может быть кто-то не в курсе мы берем пять представителей из одной категории и в закрытую все дегустируем и понимаем есть ли смысл переплачивать сегодня тема пойдет одна из моих любимых потому что я состою в академии пельмин тологов я конечно там не на самом высшем звании но этот продукт я очень люблю сегодня делалась подборка таким образом что часть стм часть чего такого ну что-то необычное скажем так хотя сейчас популяризируют доставки еды и вкус вилл и азбука вкуса ермольна кстати я не уверен что есть доставка может быть есть я могу ошибаться я не идеально также взяли ленту короче что сегодня у нас будет ребят сегодня мы с вами целый сегодня я охренел когда мы все это вот это вот все собрали воедино пельмени уже что-то на уровне какого-то деликатеса становится в некоторых конторах конечно вот короче ребята огромное спасибо за поддержку если вам нравится рейтинг разумеется пробейте палец вверх если нет палец вниз ну и собственно бубенцы неплохо было бы нажать чтобы не пропускать новые видосы мне очень жалко рейтинг правда мало собирает и поддержки и все время говорят нам что надо закрывать эту любую рубрику и не делать но с другой стороны какая-то моя вторая часть говорит что это все равно виду это же полезно правильно мы стараемся делать какой-то интересный и но самое главное полезный контент и так что у нас сегодня имеется лента сегодня я вам буду говорить категории потому что все категории почти все разные здесь будет выскакивать что значит эта категория все нет только категориях g потому что категория g это там 20 30 процентов мяса по-моему капуста рис и тому подобное я даже не ай ну а тяж его скорее всего категорию g делает когда дойдем до отяж его разберемся с ними в другом смысле потом можно будет уже брать на обзоры и рейтинги и тому подобное лента а категория в сразу и не за есть ли смысл за пачку будет наверно сразу за килограмм проще говорить потому что ну здесь почему за килограмм потому что они все с разным весом давайте лента 1 килограмм 447 рублей но здесь и пачка килограммовая ненавижу пельмени с каждым годом все меньше и меньше то есть в начале у нас был килограмм да потом у нас 950 грамм сейчас уже сибирскую коллекцию берешь ну там иногда да если есть возможность по скидке какая разница там уже вообще грамм 700 скоро уже вообще ничего пол килограмма будет а ценник все растет позитивчик если какой-то так это мы с вами обсудили вкусвилл категория b 800 грамм обошел давайте даже не буду за 800 грамм говорит сколько к 1 килограмм 587 рублей вкусвилл конторе отношусь вы знаете по моим роликом достаточно с большим уважением ребята подходят хотя мне сказали что в москве у меня есть знакомый он сказал что в москве лёша 45 лет назад 4 по моему года назад вкусвилл это был вообще бомба сейчас испортилось но если это испортилось это так как было то в начале их пути я даже не представляю вкусвилл значит 587 рублей делали рубрику самокатом доставка не могу сказать что прям вау 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 очень много лайков мы договаривались о том что 20 тысяч лайков мы делаем следующую обзор на доставку это вкусвилл и возьмем продукты рациона завтрак обед и соответственно ужин пока не набралось там пока 18 или 19 тысяч а 25 тысяч если наберем то будет полный обзор на продукцию самоката именно которая стэма не делать но я думаю что это совсем никому не интересно оказалось так что а бомбим дальше задержите воздух вот это вело меня в какой-то просто шок азбука вкуса категория в категория в один килограмм тысяча триста шестьдесят четыре рубля категория в тысяча триста шестьдесят четыре рубля нет я ничего плохого в категории вы не вижу ну просто как почему не а почему хотя бы не б даже за полторы тысячи за килограмм стм что такое ну кажется что это должно хотя мы сегодня были в этом заведение азбука вкуса этом 100 на то что чаще чем я там появляется ребят там есть пельмени за 500 по-моему грамм сколько там 900 рублей пачка наверху стояла очень хотелось взять но так сказать по рукам все надавал и не стал мы сегодня кстати приняли решение что я походил я не смотрел на цены честно я говорю наташка следующий раз привезу тебя сделаем как обещали колбасы сыры и она что-то сказала прикольная мне приготовила но не говорит так с этим разобрались важный момент забыл сказать для ленты делает морозка для вкусвилл делает ооо деликатесы сибири и для азбуки делает городской супермаркет следующий идет самокат и вот уж где было удивление потому что я почему-то к самокату как-то пренебрежительно все равно относился но надо на вкус пробовать категория а здесь при этом один килограмм стоит 756 рублей да это очень дорого но правда ну я вот не то чтобы прибедняюсь ты знаешь где покупаю пельмени знаешь за сколько я покупаю и 756 мой внутренний жмот не даст добро мне это сделать хотя вот у вкусвилла есть с куриной грудкой пельмени они очень вкусно они правда вообще с них не наедаешься нифига но это куриная грудка но они очень неплохо сделать для самоката делает ооо скобарь или скобарь что они скобарь слава богу следующая 5 претендент хотели еще кого-то взять ну пусть это будет ермольно потому что многие говорили о том что продукция ермольно испортилась и мы об этом говорили в роликах сегодня проверим здесь за килограмм мы потратили 232 рубля вот такая невзрачная упаковка я с вами согласен мы здесь не платим за маркетинг мы не платим за рекламу пыш я лично реклама ермолина нигде не видел может быть она конечно где то есть ну ты понимаешь да что упаковочка вот это все вот тебе в целлофановый пакетик положили на мальчик иди давайте следующий ну там какой-то дикий ажиотаж короче что сейчас будет происходить я ухожу наташ сейчас все аккурат аккуратно аккуратно все вскипятит и в закрытую как всегда проверим и посмотрим что вкуснее но разница в цене вы сегодня видели я совсем забыл сказать по поводу ермолинских пельменей я не назвал категорию но дело в том что этой категории нет то есть она не написана было ни на ценники не на чеки было написано просто элитные говядина свинина насколько я помню мы зашли на их сайт думаем там скорее всего есть эта информация информации там абсолютно не там написано как они роскошно все это делают но господа мне кажется все таки правильно было бы писать категорию мяса которую вы используете в пельменях так что по поводу быстренько еще отступление там тайм-коды если что есть что для меня пельмени я очень люблю домашние пельмени вот моя сестра не даст мне соврать это просто безумство мы очень сильно запариваемся мы пельмени всегда готовим за пять лет до того как хотим попробовать мы пойдем покупаем маленького теленочка вскармливаем его все мешаем фарш вот это все растим рожь фактически ребят это на самом деле ирония правда просто когда я говорю такие вещи ну просто ноги гэш это надо делать самим да то есть я считаю что вот эта палка выручалка должна быть в морозилке у вас когда ничего приготовить или просто быстро хочется поесть я честно скажу я простой человек я домой приезжаю я могу отварить себе грамм 300 таковой обманываю полкилограмма пельмени сесть у телека залипнуть посмотреть кинчик браво ребята небольшая интеграция она не связана она связана не с рекламы короче новый кинчик вышел сериал засланец из космоса я вчера посмотрел две серии у те кто любят офигенный юмор черные странные непонятный но очень интересный сюжет посмотрите не никаких ссылок не будет единственно если будете качать откуда или смотреть через какие-то приложения перевод кубик в кубике вот так вот такой фильм две серии вышло просто бомба ржал давно так не ржал сериал все поехали номер один ну что же здесь мы с вами видим очень аккуратные пельмешки аккуратная лепка на крупные съемки вы будете видеть как выглядит пельмень внутри насколько много сока в нем чтобы вы могли сделать какие-то выводы ну давайте пробовать номер один хороший экземпляр ставлю пока на первое место что понравилось и что не понравилось но не понравилось на самом деле да все фактически понравилось начинка мясо шикарная очень сочная бульон внутри ощущение что фарша присутствуют даже какие-то специи ну типа не знаете история про кавказские травы на про есть пельмени да и там прям тебе и туда и зиру положили все нет просто немножко легонько может быть кориандр добавили еще чего-то шикарно само мясо такое чувство что это рубленый фарш некоторые кусочки попадаются но знаете когда значит химичат по поводу рубленого фарша может жилкой прям за собой тащит корову условно говоря да здесь такого не происходит очень вкусный экземпляр тесто вот тесту если начинки я бы поставил пятерку то тесто я бы поставил где-то тройку четверку она вкусная она господи почему я вот это показывал она очень упругая она прям хорошая люблю такие упругой пео упругие пельминтосы но мне очень нравится когда тесто делают с использованием молока либо сливок здесь как будто вот это хотя сейчас многие скажут и чё чувак все на воде делают ну слушайте кто-то делает мы делаем да я сравниваю со своими вкусами поэтому чуть-чуть не дохватило но в целом экземпляр очень хороший вот никаких нареканий умеет то есть я бы это сто процентов купил номер два что у нас здесь но лепка сушки они все лепки очень похожи на самом деле так давайте попробуй у этого запах немножко другой нежели чем у первого экземпляра номер два ставлю на второе место дикого восторга нет то есть нету ощущения вау как здесь потому что рубленый фарш сработал и вот на вот этом экземпляре ты понимаешь что здесь с тестом было все нормально потому что вот здесь за тесто двойка начинка очень классическая такие начинки ну мясные фарши скажем так используют пельмени типа знаете цезарь мироторг я не знаю почему многие так он этот мироторговские пельмени нет они нормальные надо сказать но они достаточно обычные то есть ты платишь мироторг здесь за бренд за то что они впихнули в рекламу везде просто ты за это платишь хотя по сути таких как мироторг только с другой упаковкой ну блин их немерено их масса да это вполне себе нормальные пельминтосы все зависит от того сколько они стоят вот тесто здесь совсем она ты ешь просто резину какую-то даже знаете странно как у них получилось сохранить вкус муки я чувствую вкус муки вот но это очень странно здесь его не было вот правда здесь тестом даже я все беру свои слова назад здесь норма но мне показалось что вот здесь прыснуло в ротовую полость больше бульона не показалось то есть вот здесь был фарш и фарш сочный внутри боже мой но путь я ребят да я еде могу вот так говорить честное слово наверно пока я и не женился из-за этого на вот а здесь как будто бы знаешь бульмени есть с этим со сливочным маслом вот и вот так клёкс и у тебя по всей ты вот здесь то же самое то есть пельмени рад тебя видите брызгает у тебя везде в общем да вы поняли ребят не снимали две недели о чем поговорить только вот приехали первый ролик сейчас очень хотелось поесть поэтому да а номер три слушай ну тут конечно желтоватая история скажу вам они очень сильно отлич они хотя очень немножко схожи с четвертым желтый цвет что значит ну либо это делали со сливочным маслом тесто да либо там еще с чем-то я гадать не буду есть даже пельмени которые знаешь для детей делают там они розовые голубые черные только потом когда извините уже за выражение идешь в туалет главное не забыть что ты их съел потому что ну извините за выражение цветные какашки такое все удовольствие ребята я забыл бы пожелать приятного аппетита ну я такой вот да не молодец да 18 плюс лёха нюхает пельмени номер три у нас идет на третью позицию ты чё как-то сегодня все это сделала то почему это так все происходит то у нас смотрите вот здесь пельмешек попадая в вас не не радуется все год почему как будто я для детей рассказывать короче здесь нет вот этого бжик фарш очень сухой то есть либо не добавили туда вот этого бульончика нет я за что пельмени люблю да мне очень нравится то есть вот этот сок как вот например если мы возьмем хинкали да весь цимус этого всего вот это сделать я вам честно были а что-то как-то да переборщил наверно даже немножко с этим вот и вот этот хвостик я знаю что его выкидывают я правда я сейчас мы что на меня только не смотрели я съедаю я знаю что там сырое тесто не могу себе это вот это просто самое вкусное в хинкарях мы обязательно сделаем рецепт хотя мы с илью исаковичем хотели все это дело сделать вот но здесь очень неплохое этот тесто хорошая да она как будто бы даже сливочная вот если бы брызнула я бы обрадовался вот так пока не брызнула это стоит на третьем месте но на самом деле по-хорошему это вот наверное делят второе место здесь хорошо тесто здесь хорошо фарш вот наверное ты знаешь я бы сказал что это 222 вторых место тебе не кажется так барин даже не цена точно тенька что что в чем-то может быть даже можно назад хотя не то что мы чё тесто покупаем есть по сути мясо самое ведь я всегда говорю что тесто это держатель вашего мяса так ну что четвертый экземпляр выглядит кстати очень похоже на номер один все это дело давайте вот это сливочно очень пахнет у нас прошел небольшой пельменный консилиум на котором было всего два человека остальные не пришли слушайте очень сложно ибо вот это очень хорошо и вот это хорошо пришлось перепробовать и вы знаете какому заключению я пришел боже ну почему вот видел бы меня мой классный руководитель 34 тут и блять 70 лет какой парень стал о пельменях говорить таком возрасте так серьезно что самое главное на серьезных щах короче я понял что что мне понравился здесь больше во первых мясо оно такое же рубленое оно без жилок без всего здесь подбор специй уже есть и здесь это чувствуется здесь прям может быть что но индей найти знаете это тот момент когда ты остается вкус мяса я обожаю когда люля делаешь вот сам чтобы вкус специй не забивал само мясо что люди бывают знаете кинут ведро специи такие типа ну как будто мясо типа плохой не очень здорово когда люди умела умеют именно балансировать вот этим это умение владения использование специями короче вы поняли да не тупо засыпала прям чтобы осталось все и было как оркестр чтобы заиграл так вот номер четыре мне понравилось больше тоньше тесто хотя я тесто очень люблю и вот интересный интересное мясо но при этом номер один потолще тесто мне тоже нравится к то много этого теста и здесь по-другому этот фарш короче вот это хотя на так сказала что ей 4 она поставил на первое место не могу потому что они очень вкусные но по разному я думаю что это связано со специями и с тестом поэтому я ставлю на первое место пусть у нас будет сегодня вот так вот это рейтинг господи ребят ставьте лайк если надо дальше рейтинги делать что там давайте давайте пожалуйста поддержите если не сложно если там наберем без разницы сколько покажите по что вам актуально эта рубрика и прям вот самый залайканный коммент того что делаем мы сделаем следующий раз правильно только пожалуйста без девушек с низким социальным там вот этим вот статусом вот презерватива мы не будем потому что youtube чик не пропускает я бы может и рад но размера такого еще не придумали маленького как я себя да я шучу ребят я я езжу на маленьких машинках они на больших джипах знаете почему очень вы поняли да а ты чё куда ты меня в бочке мелким купала а это не считается я тогда знаешь в холодной воде был у меня уже тогда знаешь ли при этом аппетита ребят всегда думал сейчас если татьяна леонидовна смотрит мой классный руководителя такая вот только-только ей стало уже такая вот правда он разбирается хоть в чем-то разбирается и тут вдруг вот это вот все ладно ну сорян хорошее настроение номер пять номер пять я даже не знаю куда поставить она поставлю все-таки на второе место здесь очень сильно подкачала тесто но начинка вот если бы эти пацаны взяли сделать такие пельмени здесь короче ребята я не не обратил внимание я не знаю на каких там что это написано тебе не показал что здесь баранина есть вот прямо над настолько ярко выражена и очень круто специи подобраны и все здорово и пшик происходит пельмешка рада тебя видеть но есть но тесто единица единица пресная какая-то не как как знаешь кого-то ешь какую-то непонятную вату ставь лайк если тоже не любишь вату не на самом деле у меня у меня аллергия на вату то есть если вот мне вот подойти вот близко наташа знает она маркером когда тут сдэк рисовал на коробке она видела что со мной было я орал здесь у меня вот маркер когда проводят извините что это сейчас говорю вам и ватой вот так вот это все все грилькова нет если чё вот очень важная информация для переменного шоу так начинка здоровская тесто 0 но вот если бы еще раз повторюсь здесь было такое тесто это было бы еще одно первое место ну вот я бы сказал так что это лухари продукт вот это опять же все съедобно давайте скорее всего скорее узнаем кто на каком месте потому что мне невероятно интересно но единственно я сполерну потому что я постоянные раньше был покупатель продукции ермолина кого я точно догадался это номер три у них цвет такой но я не буду изображать вам клоуна здесь ну правда но номер три ну может быть ошибаюсь конечно мне кажется что это именно ермолинские пельмени ну что же давайте посмотрим тут я в эти моменты я в эти моменты понимаю что мне самому еще раз контент который я здесь делаю здесь очень много разговоров но я это вижу так себе если кому-то не нравится всегда можно переключить и найти кого-то более интересного или коротенького ну коротенького смысле человек который любит покороче блин да что за херню я несу ну вы поняли меня тикток короче для этого есть поехали я скажу честно я всегда делаю прогнозы я сижу я никогда не смотрю наташка не даст мне соврать я всегда сижу и говорю наташ я щас тебе ну скажу вслух как мне кажется я был сегодня уверен на 95 процентов что это так я говорю стопудово вкус вилл и азбука на первом месте нет это не значит что это плохо ладно давайте по цене блин я немножко разочарован потому что мне вкус вилл очень нравится нет это вкусно человек гоню то нет все не все вкусно я посаду вот из другого сегмента понимаешь вот чем дело а лента а что вот эта лента ты не хочешь что это лента морозка значит так я сразу говорю на лента самый плохой магазин ничего там не покупайте я не за я просто морозка делает дичь правда морозка делает очень не очень делают цезарь этот непонятный уже я наташа говорил ребят ну я не хочу наговаривать на эту компанию но я с цезаря рассказывал тебе как мне было плохо так ладно поехали самокат молодцы ребята вот ну я не знаю что сказать о скобарь это что-то псков помдаю скобари скобари раньше называли или как правильно скобарянами скобаря скобаря скобарь так 756 рублей за охрененно крутой продукт охрененно крутой самокат молодцы я присмотрюсь я может зря такой на вкус вилла суши мне стало еще интереснее знаешь что сделать сделать тест одинаковых продуктов из самоката и вкус вилла столкнуть не зная где офигенно ну я вижу это первый продукт который я беру вот то что их производства если для меня чтобы вы поняли я правда я думал что самокат это магазина оказывается только доставка это что мы делали с тобой обзор это просто как фреш-клап это короче мы сегодня в ленте его видели с тобой когда ходили ну вот ну да ладно чего начинает нормально общались так самокат еще раз 756 рублей достойные шикарные вот это можно назвать премиальными пельменями ребят здесь категория а она чувствуется ну какого хрена здесь то категория а чувствуется я вообще не понимаю ты точно не перепутал ничего да да 4 плита нарисована чтобы вы понимали так ну ладно я не знаю я не знаю я правда хрен знает что сказать я я правда я думал это будет вот где-то вот здесь ладно про проехали лента стоит 447 в два раза дешевле но это одинаково вкусно ну типа тут тут как бы поменьше теста да здесь здесь просто вот мясо по специям может чуть поинтереснее может более рубленный фарш вы знаете но здесь лента пишет категория в мясо здесь категория а мясо их нет я может правда как что-то у меня с сосочками произошло но это не чувствуется на вкусе когда ты абстрагируешься от какого-то много представителей а что поесть это правда не чувствую ребят ну правда я ел у пельмени отяшево о чем вы говорите почему я живой конечно но поверьте мне вот ну ладно поехали короче ладно лента тоже молодцы я правда ну и какое-то такое странное ощущение ну ладно хорошо дальше идет ну вот это вообще ну вы в думы азбука вкуса камон отлично вкусно хорошо замечательно вопросов нет баранина баранина кстати есть здесь баранин ну да здесь баранина свинина говядина баранина на первом месте к сожалению мы смотрели я был бы по-домашнему смотря по какому там если в грузии дело происходит то по-домашнему это под другие пельмени подразумевается да а если в россии по-домашнему мне кажется таки свинина говядина это домашний фарш так называемый надо понимать что они сюда баранина запихнули и молодцы кстати да то есть вкус действительно очень похож на ахинкали знаешь вот с баранинкой берешь когда не жалеют туда вот этого супер да и тесто немножко изменить но даже вы измените тесто и сделайте как здесь 1364 рубля нету я сейчас сейчас азбука такие знаешь записывают такие так так ребята поменяйте тесто еще накиньте рублей 200 и там уже 1500 ребят ну это не это не соизмеримый ценник с этим вкусом вот это соизмеримо с ценой ну тут правда они прям домашние черт возьми это это ладно тоже нормально но не домашние нет но не вот это ближе к домашним хорошо ну лента ну черт возьми какого хрена вы тут что такое-то делаете плохо вечно недовольный лёха 70 лет сказывается короче полторы тысячи вы сейчас скажете что я нытик но полторы тысячи за пельмени подайте мне пальто и шляпу у меня ваши именины но правда это теперь это первое что я угадаю ведь рассказывал дан первое что я со школы пришел и поступил в институт думаю ну наверное здесь заживется хорошо я сажусь на парт нам говорят что мы едем на картошку и такая надпись здесь под этим не пальто такой что-то наверное не туда попал спб гау аграрный университет вообще the best так ладно с этим разобрались азбука ну если у вас некуда в деньги дешевле деньги есть ну реально было насыщение больше будет наташ полторы тысячи полторы тысячи за килограмм это можно купить мраморной говядины кусок ладно все давай мы же не будем еще на шаверму и на биг маки переводить эту стоимость ладно хорошо с этим развод вот честно разочарование небольшое сегодня произошло вот здесь вкус вилл это 400 это 587 рублей это вкусно вкус ну хотя 587 рублей ладно это нормально это съесть можно просто вот это должно быть лента вот так это должно было быть мне кажется более вот прям в моем представлении вкус вилла ладно хорошо ребята все молодцы здесь нету ничего плохого не чувств ну то есть все нормально но просто немножко все не все нормально было надо понимать согласен согласен я забываю мы 5 представителей короче в итоге все норм ну вот как то так вот цена если устраивает вас ну и ермолина слушайте вот я если бы они не были так вы даже видели наверное когда мы я пытался извлечь мясо из теста а она не вываливалась по какой причине там бульона нет мясо очень сухое как и тушенка у них кстати тушенка вкусная но я все я всякую эту тушенку нужно дотушивать то есть она вкусная но тут до туши и здесь вот этого сока не хватает то ли это проблема в том что они себя остерегают ну по хранению да может быть чтобы не лишний раз не разморозилась жидкость упала еще что-то не знаю но я вам скажу честно это очень хорошие пельмени которые я искренне честно вам говорю покупаю то не сегодня на последнем месте но не норм они они мы с наташей может быть не согласны да тебе горячая штучка на мне просто совсем не нравится да для меня это немножко ну просто вот у меня мой внутренний жадина до 232 рубля готов за килограмм отдать но правда но не полторы тысячи рублей но иногда шикануть согласен вот ну под такое нужно еще в азбуку заехать купить еще косулю и намазывать еще косулю на пельмень чтобы все это губозагадочную машинку я понял хорошо ребята вот такой вот рейтинг получился я бы очень хотел почитать комментарии кто что пробовал что думаете по поводу вкус вилла но мне кажется что действительно из-за большого количества пельменей они немного сегодня знаете как нам на второй план зашли а с лентой я не знаю ну просто может кто-то пробовал может повезло мне с партией я не хочу защищать не знаю по какой причине но но я всегда говорю об одном всем ребятам у кого есть свои магазины стм это ваше лицо вы должны быть уверены что есть написано лента бизнес окей еще что-то должно быть не стыдно но если они в эти слова приняли как бы то тогда спасибо тушенка у них очень плохая лента мы брали последний раз ужасно все все ладно ребята спасибо огромное что поддерживаете данный видеоролик пальцами вверх или пальцами вниз подписка на канал выскочит обычно говорю здесь а я тебе запомнишь она вот здесь выскакивает да ссылка на инстаграм и вконтакте будет как всегда в описании до вкусных встреч пока пишите в комментах что еще делаем больше всего наберет и мы обязательно сделаем этот рейтинг я понял что я правда соскучился надо разбавлять прикольно когда можно разбавить контент все пока пока